Вы, кстати говоря, задавали вопрос также и не только журналистам, но и внутри Unilever, а периодически своим генеральным директорам в тех странах, где мы работаем. У меня, например, в классе 35 стран, генеральные директора есть не везде, там порядка, может быть, 11 таких бизнес-юнитов, где есть лидеры бизнеса, которых поддерживают бизнес-партнеры по коммуникации, мои подчиненные. Мы задаем им вопрос, вам зачем нужна пресс-служба, вам зачем нужны мидии-релейшнс? Как вы думаете, что отвечает бизнес? Они про пиар, кстати, вообще не было ни одного ответа тоже. Модно? Слышу, модно еще. Есть версии. Зачем бизнесу? Нужна пресс-служба. Тяжело, потому что это не российские представители, другие страны. В чем-то похоже. Лояльность бизнесу у кого? Внешних аудиторий построить? Пресс-службу. Через пресс-службу причем именно. Хотя есть для этого пиар-отдел, джиар-отдел, еще там сейсар-отдел. Лояльность компании. Клиитуры, потребители, файн. Еще есть версии. В общем, бизнес сказал одно и самое главное. Можно ничего вообще не делать, но если у меня кризис, будьте любезны защитить. Вот единственное. Это номер один. А вы часто спрашиваете своих руководителей, зачем им нужна пресс-служба? Вот Ира выяснила вот такое мнение. Мы выяснили вот такое мнение. Журналисты, кстати, о которых мы спрашивали, я сказала, чего им не нужно пресс-релизов, а что им нужно, они тоже сказали, когда у меня какой-то напряг, и у меня дедлайн, и мне срочно нужно, чтобы выяснить, не обязательно про твою компанию, но про твою отрасль. Если ты мне не помог, ну какая же ты эффективная пресс-служба? А мы очень часто в каком-то ничтоже сумняшееся таком вот ощущении, значит, мы только про себя можем, мы не можем про конкурентов, не дай бог. Поэтому мы перестаем комментировать про индустрию почему-то. А надо, потому что кроме вас лучше про индустрию, про ваш сектор, никто ничего не объяснит. Объяснят хуже, объяснят конкуренты за вас, что хуже в любом случае. И вот как бы для журналистов тоже, в любом случае, приходим к кризису или к нестандартной ситуации. Пресс-служба, это как вот знаете, я сейчас приведу пример. Мы долго ботались в юнивере, кто должен управлять страницей в Фейсбуке и юнивера. Пресс-служба или маркетинг. Или маркетинг, как угодно. И вот глобально у нас вообще за это отвечает маркетинг. Маркетинг, это же вы понимаете. Это про прекрасное, это про цветочек, это про ракотик, так вот, да, значит, в Тереховске копирает, все нормально. А пресс-служба, это обычно про вот то самое, что мы обычно разгребаем большой, золотой там, или какой угодно лопаткой. Вот. И мы, на самом деле, оставили в нашем кластере, совершенно сознательно, Фейсбук за пресс-службой. Я объяснила это так. Друзья мои, мы сейчас живем в таком мире, где новой нормой стал кризис. Мы живем в кризисе. Мы об этом вот совсем недавно говорили на другой конференции. Сейчас, в общем, апрель, это сезон корпоративных коммуникационных конференций. Уже не надо ждать спокойных времен, это просто не будет. Надо учиться работать в постоянно изменяющихся условиях. И даже не вспоминать о том прекрасном времени, когда мы могли что-то планировать вообще в этой жизни. Вот. Поэтому в кризисе, раз уж скоро постоянный кризис, а еще у нас такой регион, что у меня в регионе Ирак, Судан, Украина, Ливия и так далее, Израиль, все в одном регионе, 35 стран. Я сказала, вы знаете, нам фейсбук точно нужен для того, чтобы в кризисе как-то был хотя бы один канал не за... Сейчас плохой слово не хочу сказать. Не забитый пиар вещами. Тот канал, куда люди придут, что-то услышат от компании, как только будет кризис. Он будет. Он будет в прямом случае, потому что вот потребительская компания, работающая в секторе товаров простедневного спроса. Это компания с товарами, которые 2 миллиарда раз в день люди соприкасаются. Поэтому кризис будет. Он был кризис с... Упомянут возможности с мороженым. Да, и такие тоже случаются. Продолжение следует... Продолжение следует...